Так, ну форзиция заканчивает свое цветение и самое время ее обрезать. Вот тут я сделаю небольшое лирическое отступление. В интернете очень часто можно найти картинки, таблицы какие-то, где четко расписано, когда какой кустарник нужно обрезать, как это делать правильно. Вам предлагают эту табличку либо зазубрить наизусть, либо где-то сохранить, повесить на стенку и пользоваться ней. Я предлагаю сделать все гораздо проще. Ничего не надо зазубривать, ничего не надо сохранять. Просто давайте разберемся, как происходит цветение на том или ином кустарнике и почему его нужно обрезать именно в этот период. Вот форзиция отличный пример для этого. Вот смотрите, форзиция цветет очень рано. Ну здесь это примерно апрель, к концу апреля она заканчивает уже цветение свое. В это время никаких новых побегов еще не выросло. Только-только начинают разворачиваться почки, только-только появляются первые какие-то малюсенькие листочки, еще ничего не выросло. Но при этом она уже даже отцвела. О чем это говорит? Да только о том, что цветет она на побегах прошлого года. И вот сейчас после цветения, если мы ее обрежем, проснутся вот эти почки, которые уже начали просыпаться, проснутся дополнительно еще спящие почки, потому что обрезка всегда стимулирует просыпание спящих почек. Вот они проснутся. У нас за этот сезон вырастут новые побеги в большом количестве. И на следующий год мы получим обильное цветение. Вот так это происходит у форзиции. Вот сейчас я буду обрезать. Я буду показывать вам, как я это делаю, но у меня тут немножко такой усложненный вариант. Вместе с обрезкой я провожу омоложение. Начал я в прошлом году, ну а сейчас буду продолжать. Итак, что такое омоложение? Вот видите, в прошлом году я обрезал толстую ветку, но немножко оставил, потому что мне надо было все-таки, чтобы в этом году хоть какие-то ветки были, чтобы какое-то цветение было. Вот сейчас я ее удалю, удалю вот эти старые толстые ветки. Оставлю только молодые. Но вот эту самую толстую буду резать бензопилой, так будет быстрее и проще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слишком много обрезал. Ничего страшного, форзиция она очень живучая. И очень хорошо отрастает. Все будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у нас осталось сколько раз, два, три, четыре, пять молодых веток. Ну, мелочь мы тут не считаем. Сейчас мы тоже это удалим. Вот сейчас эти ветки будут. И плюс от вот этого корня, от его пенька, так сказать, начнут опять просыпаться и отрастать новые побеги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас еще удалю тут кусочек старый, засохший почти. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь, собственно говоря, самообрезка. А вот здесь как раз вы должны для себя принять правильное решение. Ну, смотрите, мы можем обрезать вот где-то на такой, скажем, высоте. Верхушки обрезать. Да, почки проснутся. Но, как и большинство растений, активное просыпание начнется вот там наверху. Здесь, внизу, они будут просыпаться хуже. И цветение, соответственно, будет тоже вот там наверху. А здесь его будет мало. У вас получится роскошная верхушка, но абсолютно голый низ. И вот тут сделаю еще одно лирическое отступление. В Запорожье, в одном из парков, я видел чудесно сформированные форзицы на штамбе. Штамб достаточно толстый. Сейчас, подождите. Вот, смотрите, я спилил какой толщины он. А они бывают еще толще. Многолетняя древесина нарастает, нарастает. То есть, оставляется одна ветка. Остальные постепенно, потихоньку удаляются. А эта ветка растет в толщину. Естественно, желательно вертикально, чтобы росла. И уже наверху формируется у нее шапка из веток, ну, соответственно, из цветов. Мне такое не нужно. Мне нужно, чтобы здесь была как бы ширма, которая будет защищать, вот там внизу дорога проходит. Поэтому удалять я вот так вот высоко не буду. Потому что если я удалю высоко, я сказал, цветение наверху будет, а здесь будет пустота. Мне нужен более равномерный вариант. Я могу, в принципе, обрезать вот так посредине, например, эту ветку, да. Тогда вот здесь будут эти ветки расти. В принципе, все будет хорошо. Но я хочу, чтобы вот здесь они были тоже. И цветение, и ветки. Поэтому я обрежу низко. Вот на уровне вот этого парапета. Вот так. Раз. Вот так. Два. Три. Четыре. И пять. Вот я обрезал все пять веток на вот такой высоте, на уровне парапета. Если там внизу не будет веток и не будет цветов, ничего страшного. Главное, чтобы они были вот здесь, где мы ходим и прикрывали дом, окно, дверь от дороги. Уверяю вас, проснется очень много почек, вырастет очень много веток. И в следующем году все будет отлично. Так, ну, надеюсь, с форзицей все понятно. Обрезаем после цветения и обрезаем на той высоте, какая нам нужна. Предугадывая, как будут расти ветки в этом сезоне. Что мы хотим получить. Переходим к следующему кустарнику, который чем-то похож на форзицию. Кустарник называется спирея. Вот она спирея. Маленький саженец, я его посадил прошлой весной. Но, тем не менее, он уже цветет, как видите. Цветет, ну, пока еще редко, на отдельных веточках. Поэтому его обязательно нужно формировать. Его нужно стричь правильно. Но, когда вы имеете дело со спиреей, вам нужно знать важную вещь. Спиреи бывают весенние цветущие, вот как эта, которая цветет, так же, как и форзиция, на побегах прошлого года. И сейчас самое время ее обрезать. А есть спиреи летнее цветущие. Там сначала должны вырасти побеги, на которых летом уже появятся цветы. А это весенняя цветущая. И сейчас мы ее будем обрезать. Немножко рано, потому что она сейчас в самом цвету. Но чем не пожертвуешь для зрителей? Да и цветения маловато. Поэтому будем работать с перспективой на следующий год. Там я использовал, что, бензопилу, сучкорез, секатор. Здесь совершенно другой инструмент. Понадобятся садовые ножницы. Почему? Ну, подобные спиреи стригут в виде шарика. Веточки у нее тонкие. Никакого труда вот такими ножницами подстричь не составит. Формирует шарик. И тогда на следующий год у вас должно получиться приблизительно вот такое что-то. Вот эту спирею я нашел тут неподалеку. Хорошо выглядит. Ее явно формируют. Обстригают правильно. И она таким вот красиво цветущим белоснежным шариком. Давайте стричь. Ну вот, в итоге у вас должно получиться что-то примерно вот такое. Что-то похожее на шарик. Пускай не очень там точный шарик, но тем не менее вот такое. Обрезал, как видите, радикально. И обрезал, кстати сказать, побеги, которые уже начали отрастать. Спирея рано начинает отрастать. Ничего страшного. Проснутся почки. Этот шарик будет примерно шариком, но уже большего размера. И в следующем году, надеюсь, будет красиво цвести. Ну вот, собственно говоря, и все, что нужно знать про обрезку таких классических весеннецветущих кустарников, как форзиция или спирея весеннецветущая. Кстати сказать, слово весеннецветущая говорит не только о том, что они весной цветут, а о том, что они цветут на побегах прошлого года. Наверное, не лишним будет напомнить о том, что вот эти все срезанные побеги, срезанные веточки можно попытаться укоренить. И форзиция, и спирея, в принципе, довольно легко укореняются. Для этого достаточно воткнуть их землю в череночнике где-то, либо в контейнере, может быть, обязательно накрыть, чтобы влажность была там соответствующая, либо можно попытаться просто поставить их в воду. Я думаю, что и форзиция, и спирея, в принципе, дадут корешки и просто стоя в воде. Я, честно сказать, еще не пробовал. Ну, наверное, сейчас поставлю. Почему бы и нет. Хороших вам приятных работ в саду. Всего доброго. Продолжение следует...